всем привет дорогие друзья как вы думаете где я нахожусь а я нахожусь в крепости алани на самом верху в общем у меня постоянно заносит самые классные места совершенно тогда когда я не планирую если вы еще не подписаны на нашу группу на фейсбуке подписывайтесь обязательно там я выкладываю все самые последние классные новости потому что на youtube и видео выходит чуть с опозданием ну а сегодня мы приехали в крепость алани с группой из 120 человек которые приехали на международную конференцию мы их возим по самым красивым местам алани сегодня мы с вами посетим крепость алани мы поедем на террасу а еще мы поедем на дым чай поэтому я приглашаю вас вместе вместе со мной проехаться и посмотреть красивые места алани вот в такой вот необычную погоду октябрь осень очень тепло кстати даже ветерок такой тепленький 22 октября сегодня нет 22 октября и чуть накрапывает дождик но со смотровой площадке открываются потрясающие виды с такой поволокой дымкой и в общем красота следуйте за нами я думаю что вам будет ход волонийскую крепость стоит 20 лир на человека крепость работает с 8 30 до 18 45 и как я вам уже говорила если вы покупаете билет здесь вы можете посетить внутреннюю крепость тех медель и также крепость которая находится здесь вот выглядит верхняя крепость мы находимся вот здесь под номера 2 здесь находится сарай комплекс дворец дальше здесь под номера под номером 2 дальше здесь есть церковь под номером 3 здесь еще одна дверь в эту крепость номер 6 еще одна дверь и вот отсюда открываются самые самые красивые виды на всю крепость в этом году Крепость Аланьи очень хорошо отреставрировали, как и верхнюю крепость, так и нижнюю крепость. Здесь находятся цистерны и остатки дворца, которые я вам показывала на карте. Далее находится церковь, которую также отреставрировали. Вот она, вот эта церковь, которую также отреставрировали. И теперь ее можно рассмотреть поближе, потому что раньше здесь не было настилов. Ну, раньше, это пару лет назад, не было настилов. Но сейчас все очень красиво отреставрировали, и можно подойти к самым интересным местам. Вот таким вот образом церковь выглядит сейчас. Видите, поставили опоры, все убрали, почистили. Ну, в общем, красота. Сейчас мы с вами приближаемся к смотровой площадке. Я тоже с замиранием сердца хочу увидеть этот вид, потому что, как вы видите, горы покрыты туманом. Сейчас такой мелкий дождик идет. И как же выглядит пляж Клеопатри в эту погоду? Очень, очень мне интересно. Вот, каким образом, друзья, выглядит пляж Клеопатри. Один одинокий кораблик. И на пляже, как я вижу, никто не купается. Но красота невероятна. Посмотрите, какой туман, облака. А вот там вот находится Айла Валанья знак. И скоро мы туда тоже поедем. Покажу вам, как выглядит это с этой стороны. Видео, видео, алло! Видео! Алло! Видите, какие ребята классные здесь в крепости. Вот так вот выглядит еще одна смотровая площадка. Ах, и так вот выглядит пляж Клеопатри. Ой, даже потрясающе! Друзья, даже в такую дождливую погоду это просто супер! Невероятное ощущение, даже дождь не помеха. Посмотрите, какая красота у нас в Валане. Даже в дождь! Сейчас я нахожусь на другой смотровой площадке. Но отсюда тоже открывается вид на море. Видите, даже не видим, где море заканчивается, а где горизонт. И начинается сильный дождь, поэтому нам пора уходить. Вот такая вот она, Валанья в октябре, дождливая. Но все равно невероятно красивая. В крепости, на самом деле, несмотря на дождь и конец октября, было очень много народу, а сейчас мы отправимся на террасу. 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 И посредством волшебства монтажа, друзья, мы уже оказались на Дымчай. На террасу мы не поехали, потому что пасмурно, ну, в общем, начался сильный дождь. А сейчас дождик закончился, и мы приехали на Дымчай. Покажу вам, как выглядит Дымчай осенью, потому что многие из вас были летом, и знают, что здесь полно народу. Все бунгало вот эти стоят на речке, а сейчас, как вы видите за мной, вот здесь вот стоят бунгало летом. Ну, а зимой их постепенно отгоняют, в общем, паркуют где-то сзади. Кстати, очень теплый воздух, я думаю, что на Дымчай будет намного холоднее. Можно, конечно же, посидеть вот в такой вот классной беседке деревянной, ну, или в обычной беседке. В общем, мы приехали, сейчас будем здесь сидеть, отдыхать пару часов, ну, а потом отвезем наших гостей обратно в гостиницу. Как вы видите, в Дымчай можно прижать и осенью, и я приятно удивлена, потому что очень тепло. Купаться, конечно, я не знаю, вода здесь какая, может быть, кто-то рисует, но точно не я и точно не сегодня. Ну что, друзья, давайте прогуляемся с вами по осеннему Дымчаю. Сегодня среда, поэтому сейчас час дня, поэтому, как вы видите, народу очень мало. Ну и, конечно же, осень. Поэтому покажу вам, как выглядит Дымчай осенью. Здесь летом все заставлено вот этими вот палаточками, а сейчас палаточки только перед зданием центральным. И зимой, когда становится очень холодно, в этом здании есть камин, и там можно приходить и отдыхать зимой. Зимой, я имею в виду в январе месяце, где-то в феврале. А вот в этих красивых бунгало мы обычно отдыхаем летом. Ну и, конечно же, сегодня. Я, как уже говорила, я думала, что будет намного холоднее, а на самом деле очень комфортная температура, что меня очень удивило и мне очень понравилось. Наши все гости расположились. И сейчас мы будем кушать и пить что-нибудь вкусное. Они здесь установили новую горку, друзья. Вот. Прошлую горку они убрали, а сейчас, видите, к лету они готовят новую горку. Они ее покрасили, что ли. Ну, в общем, как хочется скатиться. После того, как я купалась в проруби, помните? Проруби, когда мы были в городе Демре. Там вода, температура воды, наверное, была 0 градусов. И да, эту старую горку они обновили. И теперь, когда я смотрю на холодную воду, мне так хочется в нее окунуться, потому что это настолько освежающе, освежающе классно. Вот так выглядит пикник с другого мостика. Природа красивая. Конечно же, в Алане мы очень скучаем по осени. Нет здесь у нас таких ярких красок. Желтых, оранжевых, красных, прям ярких осенних красок. У нас здесь, к сожалению, нет. Поэтому, приезжая на Дымчай, хоть чуть-чуть мы чувствуем осень. Особенно в такую погоду она очень хорошо ощущается. И хочется, чтобы опять наступило лето, если честно. Пару месяцев осени, один месяц зимы нам хватает. И сразу хочется, чтобы наступило лето. Вот отсюда видно, как выглядит уже обновленная горка. В следующий раз, когда мы приедем, я обязательно с нее скачусь. Обязательно. Река поднялась. Вы видите, вот там раньше стояли столики. А зимой река поднялась и затопила эту площадку. Летом, конечно же, вода уйдет. И там опять будут стоять столики. Ну, а вот так вот выглядит пикник. В принципе, ничем и не отличается, как и летом, так и сейчас. И буквально спустя час начался дождь. Я вся промокла, друзья. Это просто какой-то кошмар. В общем, вот такой вот и состоялся у нас поход на пикник. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Я пошла в автобус. Ужас погода, ужас. Вы сами видите. Зачем я стою на мосту под зонтом? Ну, в общем, с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.